Всем привет! Когда-то на канале выходило видео, где я рассказывал, как включать аварийку, фары и прочие световые приборы. Однако спустя время пошли комментарии о том, что у некоторых эти клавиши не работают, в частности аварийка и поворотники, а также появился вопрос, как изменить управление. Вы находитесь на канале MiN и в этом видео я расскажу, как исправить проблему с неработающими поворотниками и аварийкой, не меняя управление. И второе, как все же поменять клавиши управления. Приятного аппетита тем, кто ест, приятного просмотра, погнали! Первым делом решим эту проблему без изменения управления. По стандарту клавиши поворотников являются, запятая, б, точка, ю. А аварийная сигнализация это слэш. Однако при нажатии ничего не происходит, кроме как включение аварийки, а вот выключить ее не удается. Даже проверив настройки и повторно забив те же самые клавиши, ничего не меняется. Решение данной проблемы оказалось очень простым. Для этого выходим из игры и меняем раскладку клавиатуры на английский язык. После чего заново запускаем игру. И вот теперь стандартное управление полностью функционирует. Проверяем и как мы видим у нас все работает. Проблема заключается в недоработке русификации игры. Возможно в будущем это поправят. Ну а теперь давайте научимся менять управление. Я покажу на тех же поворотниках. Нажимаем Escape, выбираем пункт настройки, далее управление и разворачиваем меню автомобиль. Теперь ищем необходимый нам пункт, в моем случае это поворотники. Нажимаем на уже назначенную клавишу и в открывшемся меню напротив клавиши нажимаем на мусорное ведро. Это удалит клавишу управления. Иногда игра тупит и удаляется все не с первого раза, поэтому приходится перезаходить в настройки. После удаления клавиши нажимаем на плюсик, который находится напротив необходимой функции автомобиля. И нажимаем на ту клавишу, которую хотим привязать. Либо кнопку на джойстике, если таковой имеется. Я выбрал клавиши 7, 8, 9. Но не забывайте, эти клавиши могли быть уже привязаны к другим функциям. Поэтому либо выбирайте другие клавиши, либо удаляйте их с привязанных по стандарту функций. После того, как все сделали, проверяем. Если все сделали правильно, то у нас все будет работать. Если нет, то проверяем настройки и в случае чего повторяем те же самые манипуляции. Вот и все. Как вы видите, все гораздо проще, чем кажется. И в копилочку отправляется еще один решенный вопрос. Я уверен, что у вас все получилось. А также надеюсь, что я вам хоть немного помог. Если это так, то я очень рад. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я постараюсь на все ответить. Всем хорошего настроения, удачи во всех начинаниях и просто всего самого наилучшего. Пока!